Выпускник технического вуза, молодой ученый, преподаватель, победитель федерального гранта, без пяти минут кандидат технических наук Сергей Гайс, только что с завода, где изготавливает детали для деревообрабатывающих станков. Работа пыльная, грязная, признается Сергей, но хорошо оплачиваемая 40-50 тысяч рублей в месяц. У него есть и непыльная занятость в политехе, правда это больше хобби, признается молодой человек. Реального заработка научная деятельность ему не приносит. Я в УЗИ преподаю на 0,2 ставки ассистентам на сегодняшний день. Ставка ассистента, если не ошибаюсь, 9-10 тысяч, то есть от 10 тысяч 0,2 выходит порядка 3 тысяч. На голую зарплату преподавателя выжить, я считаю, что проблематично. А это 33-летний ведущий сотрудник классического вуза Николай Серегин, кандидат исторических наук. Размер своей зарплаты не назвал, добавил лишь, что при желании научные сотрудники могут зарабатывать до 300 тысяч рублей, печатаясь в научных сборниках, издавая монографии, подавая заявки на гранты. Тем не менее, Николай Серегин сегодня в кабинете председателя Краевого Заксобрания Александр Романенко. Пришел за законом, поддерживающим молодых ученых. Безусловно, есть необходимость расширения поддержки молодых ученых в связи с целыми обстоятельствами, в том числе в связи с необходимостью целенаправленной работы по предотвращению оттока молодых ученых из Алтайского края. А для этого нужен целый пакет льгот для молодых исследователей. Дополнительные гранты, научные оплачиваемые командировки, стипендии, премии и многое другое. Если такие меры поддержки появятся, то наши светила науки не будут уезжать из региона. Александр Романенко ученых услышал и отметил, что, возможно, уже к концу этого года краевые депутаты рассмотрят закон о поддержке молодых умов края. Валентина Аскирова, Алексей Фризин. День с толком.